Привет. Привет. А что ты вчера не позвонил? Слушай, Соня, давай все флажки сразу расставим. Между нами ничего не было. А как же той ночи? Ну, считай, что это был твой личный триумф. Да. Что? Принцип успешных людей. 10% всегда на благотворительность. А я уж подумал, ты на бабоса и ее папашке повелся. Слушай, брак по расчету это для тех дебилов, которые не могут своими мозгами зарабатывать. О, смотри, результаты гранту вывесили. Вот дегенерат, а. Мое место опять отдали какому-то мажору. Да, может в следующем году повезет. Лев, это Москва. Здесь мажор никогда не заканчивается. Надо бы на платную поступать. Ха. Анриэл, в Стэнфорд зачисление через два месяца. Где ты бабусики найдешь? Надо поговорить. Ты уже все сказал о твоей ли. Соня, пытаясь обидеть тебя, я пытался спасти свое разбитое сердце. Понимаешь? Угу. Мне было достаточно одной ночи, чтобы провалиться в бездну. Подожди, это ты типа... Да, я влюбился как подросток. И теперь мне приходится просить тебя, чтобы ты стала моей девушкой. Ну, я естественно понимаю, что наши отношения будут мезальянсом, потому что ты из обеспеченной семьи, а я вечный скиталец. А мне нравятся скитальцы. Особенно некоторые. Правда? Угу. Я так счастлив. Но. У меня есть одно условие. Но намерение у меня, конечно же, серьезное. И я бы хотел познакомиться с твоими родителями. Прежде чем начать отношения наши. Ну, например, сегодня. Что скажешь? Давид. Нет, конечно. Очень приятно. Тогда сразу о главном. Я влюблен в Соню. И прошу руки вашей дочери. Соня как будто сразу же стала всем моим миром. Она наполнила меня всего. Помните, как была Ольчина Сафарли? Без тебя не то, чтобы никак. Без тебя не надо. Я рад, что вы меня понимаете. Конечно же, вы отец. И вы вправе решать, что лучше для вашей дочери. Ну, а мне остается лишь только надеяться, что... Ничего не помешает за этот год нашей с тобой любви. И... Соняей. Соняей. Соняя.